Валенте Улл-Сити против Маймедиа Валенте располагался строчкой ниже и отставал на 3 балла. Игра началась неспешно с обеих сторон, но с едва заметным преимуществом Маймедиа. Валенте защищался без суеты, но первый же фол команды обернулся пенальти. Олег Тимофеев забыл об аккуратности и в своей штрафной сбил с ног Ивана Еремина. Капитан медийщиков Константин Клементьев без видимых усилий отправил мяч в ворота, который впервые в сезоне защищал Александр Тихонов. Номинальный нападающий он вынужден был отдуваться за опоздавшего на игру Дмитрия Черняева. Раньше я в школе, изначально играл на позиции голкипера, просто уже потом стало скучно играть именно вратарем. Вышел в поле, поэтому сейчас, если приходится, какие-то форс-мажорные обстоятельства, играю в ворот. Желая отыграться, Валенте создал несколько супер-голевых моментов. Однако игроки в желто-синей форме либо били мимо цели, либо чудеса на последнем рубеже творил голкипер Маймедия. Максим Катков. И все же на перерыв команды ушли при ничейном счете. Это Андрей Подмарев. Сутволки срезал мяч в собственные ворота. Такого подвоха от своих защитников Катков не ожидал. После перерыва опоздавший Черняев сменил в воротах Валента Тихонова. Однако это не смутило игроков Маймедия. Не прошло и минуты после возобновления игры, как Еремин сремглав промчался по правому флангу и с рикошетом доставил мяч на дальнюю штангу, где одинокий Клементьев с нескольких сантиметров головой переправил мяч в ворота. 2-1. Маймедия снова вышел вперед. План был играть в свою игру. Первый тайм мы это сделали, второй немножко уже потерялись, когда сами себе по сути забили голы. Поэтому немножко потерялись и стали играть в дворовый футбол, так скажем. Дворовый футбол и стал локовым для медийщиков. Аккуратный экваторе тайма Валента заработал штрафной, недалеко от ворот соперников. Наверняка на тренировках команда отрабатывала кучу комбинаций. Но Дмитрий Антипов вспомнил самую простую из них. И прямым ударом вклотил мячик в цель. После чего Маймедия стал много фалить. И за полторы минуты до финального сестка Валента заработал дабл пенальти. С первым ударом Дениса Антипова майский голкипер Максим Катков справился. Но второй удар оказался из разряда неберущихся. 3-2. Успех празднует Валента. Доказывая, что победа в первом круге со счетом 7-2 была не случайной. На сегодняшний день было особенно обидно, потому что мы очень готовились к этому. Что-то наигрывали, что-то нарабатывали, но вот не получилось. Просто нужно сбивать свои моменты и все. В принципе установку второй тайм выполнили, отыгрались, выиграли, сплотились. Как говорится, коллектив все-таки давно уже вместе все. Также давно вместе играют и футболисты Погоды в доме. В 13-м туре они победили Элину 8-5. Для этого желто-синим не понадобилась даже помощь лучшего бомбардира команды Виктора Злыдрева, который эту встречу пропускал. Еще более уверенную Викторию праздновал ПСК, разгромивший промресурс 15-2. В этом матче порезвился лидер снайперской гонки Ромал Набиев. Он отличился 6 раз и в списке бомбардиров с 25 мячами убежал вперед от преследователей. Платон и Кристалл в ворота УМЗ и смены забили по 6 мячей, а пропустили на пару всего один от капитана смены Александра Костенко. 13-й тур никаких существенных изменений в лидирующую группу не внес. Все четыре претендента на медали ПСК, Платон, Погода и Кристалл остались при своих. Валента и Маймеди после 13-го тура набрали по 13 очков. Однако именно теперь поменялись местами в турнирной таблице. Валента стал выше, поскольку выиграл обе очные встречи. При своих и не очень радостных остались и оутсайдеры, смена промресурс и Элина. С большой долей вероятности именно они разыграют один счастливый билет, чтобы остаться в Суперлиге на будущий сезон. 14-й тур, который состоится через неделю, может стать определяющим в борьбе за золото чемпионата. Ведь в вочном поединке сойдутся ПСК и Платон. Матч первого круга завершился победой ПСК 9-3. Поэтому для подопечных тренера Дмитрия Николаева ничья не станет большим разочарованием. Но вряд ли сейчас кто-то думает о дележе очков. Наверняка и ПСК и Платон 15 февраля будут играть только на победу. А значит, мы вправе ждать суперматча за золото Суперлиге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова